Всем привет, ребята! Компания Xiaomi признала проблемы Xiaomi Mi Watch, а теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Китайский производительный гигант Xiaomi недавно выпустил свои первые умные часы, которые получили название Xiaomi Mi Watch. Эти умные часы пользовались большой популярностью на распродаже в честь Дня Холостяков в Китае. Их покупали кому не лень. Однако директор по дизайну Xiaomi Ren Ye признал, что у часов есть определенные проблемы. В своем недавнем сообщении в социальной сети Weibo он подтвердил, что к проблемам Xiaomi Mi Watch, из-за которых их нельзя назвать идеальными, стоит отнести. Во-первых, это производительность. Напомним, устройство построено на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon VR3100 4G, которую многие критиковали за то, что уже она давно морально устарела. И непонятно, компания Xiaomi действительно почему выбрала эту однокристальную систему. Ведь действительно, она уже давно устанавливалась и показывала на себя с не лучшей стороны. Второй минус, который признал директор по дизайну Xiaomi, это что часы получились не очень легкими и, можно сказать, толстенькими, что обусловлено габаритами устройств. Диагональ прямоугольного экрана составляет 1,78 дюйма. Габариты новинки составляют 44,7 на 36,9 на 12,3 мм. Толщина при массе 44 либо 56 граммов, в зависимости от модификации. Ну, ребятки, на мой взгляд, толщина 12,3 мм. Это действительно очень толстенькие часы. Но все же будете цепляться за все, что можно. Третий минус, который отнес директор по дизайну, это, несмотря на наличие большого выреза на корпусе для динамика, звучания новых часов получились не идеальными. И тут же, опять же, в такую толщину можно, мне кажется, поставить сабвуфер. Потому что, не знаю, в 12 мм толщиной, это действительно очень большая толщина. И там можно поставить хоть 6 динамиков. Но почему-то Xiaomi решила сделать так. Ну, наконец, последним минусом были отмечены некоторые проблемы в работе искусственного интеллекта. И также при взаимодействии с устройствами умного дома. Однако этот момент, скорее всего, будет поправлен при помощи обновлений программного обеспечения. И ждем. Ведь действительно, компания Xiaomi вскоре выпустит обновление. И вскоре мы будем ждать именно глобальную версию этих замечательных часов. Xiaomi Mi Watch предлагает по цене 185 долларов. Очевидно, что эти проблемы будут устранены в следующем поколении Xiaomi Mi Watch. Или уже в, как мы знаем, скоро компания Xiaomi выпустит Redmi Watch. Там в основном компания Xiaomi допиливает свои проблемки, доделывает часы и выпускает более дешевый вариант под названием Redmi Watch. Ну что же, ребята, ждем эти замечательные часы. На мой взгляд, все эти минусы, да, они есть. Но за 185 долларов при старте продаж, на мой взгляд, это действительно более-менее демократичная цена. Пройдет месяц-два, будут скидочки и можно будет купить эти часы менее чем за 120 долларов. Это гарантированно. Ну что же, с вами был канал Техно Ом. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok